МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Бульнуржакен. Сегодня выпуски. Открытие новых детских садов, сдача в эксплуатацию новой врачебной амбулатории. Эти и многие другие события произошли в первый день зимы. В Караганде отметили день первого президента Республики Казахстан. В Караганде подвели итоги конкурса за Мандас-2016. Победители наградились за существенный вклад в развитие города. Праздник трудовых достижений приурочили юбилею независимости. Пара танцоров под номером 15 стала королем и королевой бала. Лучшие танцоры области работают на железной дороге. В Караганде впервые провели бал казахского вальса. 2 декабря во всех поликлиниках Караганды и Карагандинской области состоялась широкомасштабная акция «Семейные ценности» в рамках юбилейных мероприятий «25 звездных дней». В этот день в поликлиниках были организованы встречи молодоженов с семьями ветеранов для напутствия и передачи опыта семейной жизни. В рамках акции также провели конкурсы «Лучшая семья», «Суперпапа», «Супермама». А медицинские работники проинформировали население по вопросам укрепления и сохранения здоровья, включая детей, подростков и молодежь. В микрорайоне Киндала-2 на проспекте Шахтеров открылся новый государственный детский сад на 320 мест. В торжественном открытии дошкольного учреждения принял участие Акимобласть. Детский сад «Шанрак» был построен по программе «Нурлыжол» за счет средств Национального фонда. Детский сад «Шанрак» расположен по проспекту Шахтеров среди новых жилых домов. На строительство здания потрачено более 750 миллионов ценге. В дошкольное учреждение уже направлено 400 малышей. Первым дошколят с новым домом поздравил Акимобласть Нурмухамбет Абдибеков. Здесь все условия созданы для того, чтобы дети могли получить достойное воспитание. И дальше были заложены основы для того, чтобы наши дети, поступив в школу, далее, закончив вузы, стали достойными гражданами. Я хотел бы поздравить жителей Караганды с этим знаменательным событием и пожелать детям, родителям, чтобы здесь росло достойное поколение. Гостей в садике встречали традиционным шашу. Маленькие хозяева показали главе региона здание и устроили самый настоящий концерт. С трепетом и волнением малыши рассказывали стихи и пели песни о Казахстане и президенте. Пенсионер Ергазе Жазыгбаев привел в новый сад свою внучку. Дедушка с благодарностью рассказал, что его семья с нетерпением ждала открытия дошкольного учреждения. Детский сад Шанрак оснащен по современным стандартам дошкольного образования. Проект здания был создан по уникальным эскизам. В трехэтажной новостройке есть лифт. Созданы 80 рабочих мест. В данном районе города имеется 10 государственных садика. Однако очередь от этого меньше не становится. Сейчас в микрорайоне Кентала в своей очереди ждут порядка двух тысяч малышей. Жители этого микрорайона долгожданно этого оттуда ждали. Наконец-то сегодня это произошло. И все мы очень рады. Во-первых, открылись новые рабочие места, потому что довольно-таки микрорайон молодой. Здесь проживают очень молодые родители. И в связи с открытием детского сада появилась возможность молодым мамам строиться на работу. Спасибо нашей администрации области, города за такой прекрасный подарок. В целом в Караганде всего 90 дошкольных учреждений. 26 из них относятся к категории частных. В очереди в садике стоят более 6 тысяч детей от 3 до 6 лет. А Ямамрина Исламбеку Спан Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 1 декабря, в день первого президента, сразу несколько социально значимых объектов открыли в регионе. В Абайском районе глава области Нурмухамбет Абдебеков принял участие в открытии ясли сада и врачебной амбулатории. 45,5 миллионов тенге было выделено из местного бюджета на текущий ремонт детского сада в городе Абай и приобретение мебели и оборудования. Новый ясли саг Булашак-Алеме будут посещать 75 детей. Их будут готовить к школьному обучению по обновленному содержанию образования. Поздравляя абайцев с открытием нового ясли сада, Аким Карагандинской области отметил, что здесь предусмотрено все необходимое для гармоничного и полноценного воспитания детей. Как вы знаете, глава государства перед нами поставил задачу до 2020 года полностью решить вопросы с обеспечением дошкольными учреждениями наших детей. Мы вот такими этапами двигаемся к решению этой задачи. По Абайскому району с вводом этого детского садика мы практически на 90% охват выходим детей. И думаю, что и в дальнейшем, выделяя соответствующие финансовые средства, эти вопросы мы решим. Поэтому, дорогие земляки, еще раз поздравляю сегодня с праздником нашего первого президента. Поздравляю всех с открытием нового детского садика. Хочу пожелать детям здесь получить достойное воспитание и подготовиться к дальнейшей большой дороге в мир знаний в школе и в большой мир уже высшее образование получает стать достойными, раздоминами нашего Отечества. Необходимо отметить, что новый Ясли сад размещен в здании бывшего санатория Гульдар. Глава региона подарил детскому саду телевизор, а также пообщался с воспитанниками. На торжественной церемонии открытия было особо отмечено, что создано дополнительно 28 новых рабочих мест. Среди них и повара, и технические работники, и, конечно же, воспитатели. Воспитатели самое главное, чтобы любящие были, любили детей, были активными, ищущими, находчивыми, грамотными, потому что дети – это наше будущее и залог нашего процветания в Республике Казахстан. Открытию нового детского сада рады не только дети, но и их родители. Игрушки новые, оборудование все новое, садик очень теплый, ребенок доволен. Она у меня первый раз пошла, когда в садик, совершенно была счастлива, что все новенькое, игрушек достаточно. Мы рады. Следующим пунктом рабочей поездки стала улица Школьная в Абайе. Здесь выделены земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Для того, чтобы обеспечить 32 участка инженерно-коммуникационной инфраструктурой, из национального фонда было выделено 79 миллионов тенге, и еще 8,8 миллионов тенге из областного бюджета. Нурмухаммед Абдебеков ознакомился с ходом работ и вручил очередникам сертификаты о предоставлении земельных участков. Затем в селе Жарта состоялось открытие новой врачебной амбулатории. Учреждение здравоохранения построено по программе «Дорожная карта занятости-2020». Стоимость проекта – 117 миллионов тенге. Мы долго ждали этого события. И тем более важно, что это событие произошло 1 декабря, в день нашего президента, накануне 25-летия независимости нашей республики. Мы все рады, счастливы. Амбулатория очень современная, оборудование. Все кабинеты есть, те, которые необходимы для функционирования. Я так думаю, что жители села будут очень довольны. Ну а мы постараемся не подвести наше руководство, которое тоже помогало, как сказать, в обретении такого нового здания, работать на совесть, добросовестно, качественно оказывать медицинские услуги. Здесь имеются терапевтическое и лечебно-профилактическое отделение, акушерско-гинекологическое и детское подразделения. Амбулатория рассчитана на 20 посещений в смену. Работает здесь шесть человек. Всего в селе Жартас проживает 1728 человек. Андрей Тенул, Жасгабасов Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Тимиртаусском историко-культурном центре первого президента состоялся киновечер Ельбасым Махтаншим. На киновечер собрались соратники главы государства, представители общественности области, этнокультурных объединений, ветераны и молодежь. Ветераны труда, которые в разные годы работали вместе с Нурсултаном Назарбаевым, провели экскурсию по залам историко-культурного центра. Для Тимиртаусов первый президент является не просто носителем высокой должности, а примером трудолюбия, авторитетным и уважаемым человеком. Возле экспозиции соратники делились своими воспоминаниями. Практически все переделы комбинатов, все цеха основные были построены в момент, когда он был вторым секретарем, и секретарем подруга. Открывая киновечер, Аким Карагандинской области Нурмухамед Абдебеков заявил, что отмечая день первого президента, мы отдаем дань уважения лидеру нации, его выдающимся историческим заслугам в строительстве и созидании нового Казахстана. Благодаря взвешенной политике президента Казахстана, страна имеет четкую стратегию развития. Казахстан состоялся как государство. Страна с динамичной экономикой и стабильной политической системой. И именно этими достижениями мы заслуженно гордимся. Сегодня наша страна занимает достойное место в международном сообществе, о президенте Республики Казахстана Султана Абдебича Назарбаева, знаю и уважает во всем мире. Молодое государство, ставшее лидером Центрально-Азиатского региона, успешно проводит масштабные политические и социально-экономические реформы. Участники киновечера также вспоминали, что впервые день первого президента отмечали 1 декабря 2012 года. И в этот день, 4 года назад, Нурзултан Азарбаев приехал именно в Тимиртау. Председатель Тимиртауского совета ветеранов Нина Вахитова считает, что деятельность президента в многонациональном городе Металургов в дальнейшем подвигла его на создание Ассамблеи народа Казахстана. По ее словам, у президента есть два больших козыря. Главное – это то, что он предвидит будущее. Он знает, что нужно сделать и как нужно сделать. Я считаю, это очень великое дело. Вот и сейчас, уже работая президентом, мы видим, как много сил, времени он отдает перспективам разбития нашего Казахстана. Второе главное – это то, что Нурзултан Абиш еще очень любит людей. Он знает всех, с кем он работает. Вот еще и на комбинате, и в городском комитете партии, когда он работал, он очень много отдавал времени и внимания людям, старался вырастить из них специалистов, знающих людей. Участники встречи посмотрели фрагменты киноэпопеи, посвященные лидеру нации, а также любимого фильма советских времен «Весна на Заречной улице». Андрей Тен, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде подвели итоги конкурса «За Мандас-2016». Победителей наградили за существенный вклад в развитие города. Праздник трудовых достижений приурочили юбилею независимости. Социально значимый проект проводится в шахтерской столице в девятый раз. В Театре имени Станиславского карагандинцы собрали, чтобы поддержать победителей и увидеть красочное шоу, приуроченное к праздникам. Поздравил жителей города и Аким Нурлан Аубакиров. Радуясь этому выдающемуся успеху нашей страны, мы ясно осознаем, что это закономерный итог всего того, чего достиг Казахстан за годы независимости под руководством ее лидера, но что там отлично зарпали. Выбор остальных, как место проведения Экспо-2017, в очередной раз подтвердил, что Казахстан занимает достойную позицию в мировом сообществе. Осознавая масштаб осуществленных реформ, невольно задумываешься о том, что явилось основой исторических свершений. Мы с полным правом можем сказать, что основой всех этих свершений было то, что в самый трудный период становления нового государства во главе его стоит лидер, имеющий дар предвидения и способный консолидировать свой народ на пути коренных преобразований. Людям, которые своим трудом, своими талантами и неподдельным чувством патриотизма сделали жизнь вокруг себя лучше и краше, а также прославили родной город, было посвящено торжественное мероприятие. Награждали победителей по пяти номинациям. Рымбек Жумашев стал обладателем номинации «Гордость науки». Вручаются награды за вклад в развитие казахстанской науки или за открытие и изобретение во имя прославления отечественной научной мысли. Я очень благодарен всем жителям Караганды, кто поддержал меня. Для меня это большая честь получить такую награду в преддверии праздников. На этом я не остановлюсь, уже планирую новую научную работу. Спасибо всем! Организаторы конкурса уверены, что это не предел. В нашем городе есть немало жителей, которых следует отметить наградами. После церемонии награждения продолжился праздничный концерт, где исполнялись песни о патриотизме и любви к родине. А сердце Замбаева и сломбекоспана Андрея Тимофеев, Первый Карагандинский. Полицейские Карагандинской области сняли клип о нелегкой службе бойцов спецназа. Новое творение презентовали на сцене казахского драматического театра имени Сакена Сейфулина в преддверии Дня первого президента и 25-летия независимости страны. Торжество началось с награждения победителей ежегодного фестиваля народного творчества среди органов внутренних дел области. В этом году он проходил под девизом «Цель нации Мангалекьель». Обладателем гран-при фестиваля стал творческий коллектив Актугайского отдела внутренних дел. Гран-при! Это моя! Купка на начале! На сцене выступили ансамбль ДВД области, вокальные и танцевальные группы. Золотым голосом года признана следователь управления собственной безопасности ДВД области, капитан полиции Диана Каримова. В исполнении полицейских прозвучали песни, написанные на слова Нурсултана Назарбаева. Сюрпризом для всех стала премьера песни «Когда друг рядом», посвященная сотрудникам специального отряда быстрого реагирования. Слова и музыку написала директор Музея славы ДВД области Айжамал Айджанова. Клип сняли сотрудники пресс-службы. Уверен, что сотрудник казахстанской полиции с честью и достоинством будет выполнять свой служебный долг по охране правопорядка, защите конституционных брак, свободы граждан. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и успехов, пользуя на благо нашей Родины, Республики Казахстан. Подписал министр внутренних дел Касымов. В ходе торжества также наградили отличившихся сотрудников полиции. Приказом министра внутренних дел трое досрочно повышены в звании, трое отмечены медалями за вклад в обеспечение общественной безопасности. И еще столько же нагрудным знаком отличник МВД второй степени. Врученные почетные грамоты и благодарственные письма. 130 сотрудников награждены приказом начальника ДВД области. Айя Мамрина Жаслама Кубеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде состоялся первый благотворительный бал казахского вальца. 25 пар продемонстрировали свои танцевальные способности. Такое количество не случайно. Оно символизирует юбилейную дату независимости Казахстана. Вальсировали представители разных профессий. Это металлурги и шахтеры, железнодорожники и бизнесмены, студенты и банкиры. Строгий стиль, грациозный вальс и праздничная атмосфера. Девушки в роскошных платьях, кавалеры в смокингах. Вот так проходит настоящий бал. Всего было представлено 25 пар. Для многих данное выступление стало дебютом. Участников готовил профессиональный тренер. Занятия шли целый месяц. Для Любови Конышбековой этот бал был первый. Поэтому к репетициям подошла со всей ответственностью, стараясь не пропускать. Да, я впервые участвую в данном мероприятии. Для меня это, конечно, очень волнительно. Так как ввиду своей профессии нам не позволялось каждый раз присутствовать на репетиции ввиду занятости своей. Поэтому для меня это особенно волнительно, потому что это наш дебют. И мне с первого раза удалось найти партнера. Так как партнеры планировалось будут депутаты, старшее поколение. У них тоже не получилось участвовать как участник. Поэтому с пятой попытки у меня появился студент, который замечательно танцует. На балу пары вальсировали под музыку казахских композиторов Шамши Колдаякова, Латифа Хамеди, Тулигена Мухамеджанова и других. Организаторами выступили международная организация Expo and Women, международный секретарь Аджи Глобал, при поддержке Акимата Карагандзинской области, областного филиала партии Нуратан, а также региональные палаты предпринимателей. У нас задумка была такая, что вот сейчас проводим наших молодежь, чтобы они больше обратили внимание, какие у нас традиции культурные. Что у нас есть великолепные музыкальные произведения наших авторов, композиторов, как Шамши Халдаяков. Вся музыка, под которую выросли наши старшие поколения, мы выросли. Было бы славно, если и наше молодое поколение будет понимать, любить эту музыку. И здорово, что сегодня эта инициатива поддержана Карагандзинской областью. У нас здесь работает замечательный наш филиал Expo and Women, поддержала филиал партии Нуратан, поддержали бизнес-структуры области, исполнительная власть. Это здорово, потому что вот даже эти полтора месяца, пока репетировали, здесь настолько было хорошо изучено традиции, культура, музыка. И наши все полюбили, это здорово. В отдельном туре на танцпол вышли кадеты средней школы номер 58 Караганды. За ними последовали выступления и всех остальных участников. По результатам выступления выбрали короля и королеву Бала. Ими стали Айбек Есенбеков и Санья Мергенбаева. Пара участников под номером 15. Танцоры работают в компании «Казахстан-Тимиржолы» – король дежурным по станциям, королева – товарным кассиром. Кроме того, жюри выбрало лучшую танцевальную пару и определилась пара зрительских симпатий. А сердце Замбаева Жакслык Нуртай Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Знаниями о жизни и трудовой деятельности Нурсултана Назарбаева поделились воспитанники детских дворовых клубов «Жулдыз» и «Кеша». Викторина и праздничная программа проведена в рамках 25 звездных дней в преддверии Дня Первого Президента. Жители Октябрьского района отпраздновали День Первого Президента вместе с дворовыми клубами «Кеша» и «Жулдыз». Родители вместе с детьми участвовали в познавательной викторине. Дворовой клуб «Кеша» работает с 2007 года. В клубе занимаются около тысячи детей и подростков. Они посещают спортивные секции, кружки вокала и танцев. И в преддверии праздника 25-летия независимости, как бы сейчас идет 25 звездных дней, это мероприятие у нас тоже к этому приурочено. Сегодня у нас будет здесь мероприятие «Познавательная викторина» к Дню Президента. Мы проводим эту викторину, хотим, чтобы дети уважали свою родину, были патриотами своей страны. Камила Понятова занимается в клубе «Кеша» два года. Очень стеснительная по натуре девочка признается, что раскрылась здесь при поддержке педагогов по вокалу. Они вселили в нее уверенность и теперь Камила все свое свободное время проводит в клубе. Кроме вокала она увлекается спортом. Сейчас у нас будет проходить викторина, посвященная 1 декабря, Дню Президента. Я хочу поздравить всех с этим праздником. Клуб «Жилдес» принимает детей с 4-х лет. Здесь они проводят досуг в компании других ребят. В преддверии праздника они участвовали в викторине «Лидер нации». Отвечали на вопросы о жизни и трудовой деятельности президента. Кроме того, они соревновались в ловкости игры в настольный теннис. Главная цель руководителей клубов – развитие детских возможностей и воспитание в них чувства патриотизма. А имамрина Исламбеку Спан Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Как только выпал первый снег, у многих наверняка мелькнула мысль о том, как и где в этом году они будут кататься на коньках вместе с друзьями. Однако пора заливать катки под открытым небом пришла только сейчас. Стадион «Шахтер» открыл свои двери для любителей покататься на коньках. На открытие побывала и наша съемочная группа. Данное мероприятие у нас сегодня приурочено, конечно, к дню первого президента республики Казахстан. Также приурочено 25-летие независимости республики Казахстан. Ну и у нас идет открытие сезона зимнего настояния «Шахтер». Мы открыли наш городской каток, где ждем наших органиц и гостей города на наши праздничные мероприятия, которые мы будем проводить в течение сезона. В честь открытия катка организаторы устроили настоящий праздник. Показательные выступления фигуристов, автогончиков-ролистов, а также дискотека на льду с профессиональным звуком и светом. Торжественная часть завершилась ярким салютом. Сразу после того, как развлекательная программа подошла к концу, каток открыли для массового катания. Он будет работать в пятницу с 17.00 до 22.00, и с 12.00 до 22.00 по выходным и праздничным дням. А также во время школьных каникул каток работает ежедневно. «Получаешь большое удовольствие от такой массы людей, с которыми можешь здесь подружиться. Я считаю, что каток очень хороший, и всегда надо его делать только лучше». «Новогоднее настроение, музыка, много людей, весело, все танцуют, веселятся. У всех почти новогоднее настроение». «Круто все!» «Мы счастливы!» «Трид шоу, вообще ответы! Мне понравилось очень!» А сердце Замбаева, Жаксулы Кнурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аманса Угл-Старк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова